Студия Ночной такси представляет программу Стартовая площадка Александр и Аркадий Фрумины представляют музыку новых исполнителей Стартуем вместе! Три, два, один, старт! Стемины, семечки, не было чтоб грустно Щелкайте, щелкайте, щелкайте Стемины, семечки, правда, очень вкусно Стемины, семечки, покупаем в русских магазинах Европы Стемины, семечки, правда, вкусно Да, дорогие друзья, это программа Стартовая площадка Вы настроены на радиостанцию Шансон-24 Соответственно, это наш адрес в сети шансонспб.ру И сегодня в Стартовой площадке в течение ближайших 40 минут для вас большая рубрика «Лицом к лицу» Я с большим удовольствием представлю вам настоящего магаданца Человека, который приехал к нам из славного солнечного Магадана И на самом деле я буду сегодня его расспрашивать, конечно, о его музыке Ну и, конечно, об этом замечательном, историческом для Шансона месте Сегодня в гостях у меня автор-исполнитель, действительно, подчеркиваю, проживающий в городе Магадан Зовут его Владимир Коган И на самом деле он прибыл к нам по двум очень важным поводам Первый повод и причина, конечно, он записывает свой альбом в нашей студии И как раз именно запись вокала состоялась в те дни, когда он приехал сюда, в Санкт-Петербург Также он будет записывать у нас впервые видео на одну из песен своего нового альбома И все это произойдет совсем скоро, послезавтра, 30 мая У нас огромная съемка, плановая, завершающая это полугодие Действительно, по-настоящему огромная Ровно 50 песен, 15 команд, которые будут петь рок-музыку со всей России Соответственно, снимаем фильм «Рок-волна», часть четвертая И вторая часть, это, естественно, музыка Шансона по-русски Собственно, там и будет участвовать Владимир Коган И это 16-й выпуск нашей серии «Ночной такси. Новое и лучшее» В котором он впервые подчеркивает примет участие Причем, Володя, перед тем, как я начну вас расспрашивать Такая вот забавная вещь На самом деле, если вы видели трек-лист на сайте нашей студии То вы должны были два раза встретить свою фамилию Потому что Юля, да, там есть Юля, да, еще чудесная совершенно девушка Которая раньше работала в веселой хулиганской группе Сергея Шнурова Которая, кстати, тоже начинала в нашем эфире Эта группа чудесная Очень мне нравится Да, да, значит, ну вот правда Юля там несколько лет уже не работает Она открыла сольную карьеру И, кстати, она уже второй раз будет записываться у нас Она с нами дружит Она уже не первый раз у нас И по иронии судьбы так получилось, что она в первой части в рок-волне А Владимир Коган из такой доли приехавший во второй Поэтому я условно назвал для наших сотрудников данное мероприятие «Каганат» Потому что, в общем, нарочно не придумаешь, конечно, такого Но получилось так, что Коганы просто напали на студию «Ночной такси» И Юля со своими песнями и Володя со своими Ну вот такой вот интересный у нас получается вариант для работы В понедельник, 30 мая состоится вот это огромное мероприятие Володя, я, конечно, поскольку вы впервые у нас в гостях Буду вас расспрашивать Но скажу вам сразу, что правила в «Ночном такси» таковы Мы никогда не расспрашиваем ни на какие личные темы То есть, в принципе, наша основная задача, и этот принцип не меняется За все уже 22 года существования в эфире программы «Ночной такси», в которой вы сегодня участвуете Это рассказать о музыке и постараться сделать так, чтобы люди получили как можно больше правдивой информации Собственно, о вас И поэтому никакой желтизны, никаких, так сказать, необычных вопросов Которые касались бы чего-то личностного и такого, знаете, подковерного Я никогда не задаю, и, в общем, это никогда и не было и раньше Так, так никогда и не будет, поскольку все-таки мы музыкальная радиостанция И студия, которая производит музыку Мы, в общем, к желтизне какой-то такой вот журналистики Не особо приятной, но как бы, как считается, приковывающейся внимание публики В общем, никакого отношения не имеем принципиально Здесь мы абсолютно консервативны, поскольку если мы занимаемся музыкой, то мы занимаемся музыкой Так что имейте в виду, что никаких таких вопросов, конечно, не будет Сразу вам скажу Все, что хотите сказать, все говорите Но подчеркиваю, ничего личностного за эти 60 минут я у вас не спрошу В первую очередь, конечно, что интересует меня, поскольку я с вами до этого был знаком, что называется, по переписке, так же, как и мои сотрудники Мы делали ваши треки, вы сейчас приехали, записали вокал Это интересная творческая работа Но все-таки, конечно, хотелось бы рассказать о вас людям, потому что это достаточно интересная, на мой взгляд, ситуация, что вот из такой дали человек приезжает сюда на большую землю Человек, который пишет хорошие песни и с нашей скромной помощью превращает все это в современную музыку Поэтому для меня это интересно, как для продюсера компании И, конечно же, я хочу, чтобы вы как можно больше о себе рассказали людям Итак, во-первых, такой вопрос, который, конечно, касается, вне всякого сомнения, любого музыканта, кто приезжает к нам издалека А вообще, как вы оказались в Магадане? В Магадане я приехал, родители меня привезли в 1957 году Не вчера? Да, я вообще-то родился в Могилеве В Беларуси? Да 7 октября 1952 года, как Владимир Путин Да, ты его Да, да, вот и я Да, ты его В один день родились Вот, но в 1957 году, зимой, на пароходе «Феликс Дзержинский», который еще в тот момент и в то время возил заключенных И вот я приехал к тем же пароходам, где на верхних этажах этого парохода были обычные пассажиры А внизу, в трюмах, еще были заключенные Даже в те годы еще? Да, 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 да Вот мне было 5 лет И я, как сейчас помню, носил им чай Они мне делали игрушки Из хлеба? Нет, из дерева Пистолеты там всякие Ну, такие натуральные Очень тяжелые Если положить вот рядом одинаковые два пистолета И вы бы не отличили Вот настолько здорово они делали, да Да, ничего себе, это у вас такой заход получился в Багаданский, да? Да То есть, в общем, на самом деле все, как те стихи Владимира Высоцкого, посвященные Игорю Кахановскому Который тогда решил попробовать, да, и съездил в те годы тоже туда Он работал у нас в Магаданском комсомольце Ну, в газете Да, в газете Ну, я его несколько раз встречал, но на тот момент он меня, естественно, не знал А я, поскольку был школьник, это середина 60-х годов Ну да И были там у нас проходили такие встречи с поэтами, там, с писателями Там и я встречал Игоря Кахановского Кстати, Высоцкий, одну из песен, которая называется «Клёны выкрасили город колдовским каким-то светом» Это единственная песня, которую Высоцкий поет не свою Совершенно верно, это стихи именно Игоря Кахановского Вы абсолютно правы, да На самом деле, на Высоцке, конечно, это самое знамятое стихотворение, которое много кто пел И в одном из концертов Аркадия Северного, кстати, его пел, но, правда, не Аркадий Северный Этот замечательный стих пели ребята, которые назывались «Ансамбль встреча» Но, на самом деле, иногда их называли еще магаданцы Потому что руководитель этого коллектива, к сожалению, безвременно ушедший из жизни пару лет назад Они из города Тихорецка были родом, эти ребята Они, на самом деле, работали в ресторане «Магадан» И вот этот вот Толя, действительно, хороший очень вокалист, аранжировщик Это про кого вы говорите? Я говорю про руководителя ансамбля «Встреча», который называл Анатолий Мезенцева А Мезенцев? Да, конечно Конечно, видишь, все его знают Я случился в одной школе Ну вот, вот Мезенцев Мезенцев, на самом деле, он длительное время там работал И когда они в итоге первый раз записались То запись попала на Большую землю Сюда Но, естественно, еще не было их знакомства с Северным Это было в самом начале 70-х годов И эта запись, которую привез питерский коллекционер, такой Леонид Павлов Который работал в Магадане Она тут стала безмерно популярной Это было здорово сделано У них уже тогда была электрическая ионика Это было очень необычно все И это казалось супер Откуда же такие записи из Гамбурга? Да нет, говорит, из Магадана У нас класснейшие были ребята ансамбли Все правда Ну, надо не забывать, что у вас же там еще жил великий Вадим Козин Я с ним был очень знаком Лично он меня вообще там обожал И много по жизни связывал Вадим, да, Вадим И у вас же там поработал еще и Миша Шафутинский С которым я имею честь дружить почти 30 лет А я недавно по первой программе Меня обратились Юлия Меньшова Они делали передачу И вот я в Магадане представлял эту передачу Как интересно Ну вот, да Ну, так сказать, на самом деле он далеко от Магадана Но для нас, для тех, кто любит музыку шансона по-русски Он очень близко И тогда получилось, что как раз вот Толя Когда он все-таки из Магадана уехал И переместился жить в Краснодарский край В город Тихорецк Там он был познакомлен коллекционерами питерскими Сергеем Маклаковым Мы ныне живущим, кстати, ему 87 лет Маклаковый исполнился на днях Кстати, Сергей Иванович, мы вас поздравляем с днем рождения Который был вчера, между прочим У нас еще позвонить будет вам 87 лет Маклакову Он послал туда Северного в гости А Северный приехал записаться с магаданскими ребятами Это было в 79-м году летом И вот тогда вот эта песня Мой друг уехал в Магадан Не по этапу, не по этапу Уехал сам, уехал сам Вот эта знаменитая вещь Высоцкого Она была исполнена Но Северный петь ее не захотел почему-то Хотя он знал ее Ее исполнил руководитель магаданцев Анатолий Амязинцев Который, к сожалению, ушел из жизни совсем недавно Его не стало два года назад Он ушел из жизни в 14-м году И именно на тот альбом, который мы издали Северному Там туда, значит, и была включена Как раз вот эта песня Потому что мы не делали купюр Мы не убрали Мы написали, кто это, так сказать Что это не Северный поет А только его, как сказать, аккомпаниатор Великая магаданская песня, конечно Хочу сказать, что на том месте Где Высоцкий, когда приехал в Магадан И вышел на берег моря И где ему пришла на ум Вот эти стихи и вот эта песня Сейчас в Магадане поставлен памятник Высоцкому Серьезно? Да, и там круглые сутки Вот стоит памятник, он с гитарой Это сейчас такая у нас примечательность города И круглые сутки играет песня Высоцкого Как интересно Скажите мне, Володя, а вот Игорь Кахановский Он сколько прожил там? Ну, и сколько прожил, я не знаю Но, по-моему, уехал в начале 70-х То есть, наверное, где-то лет 10 он там был, да? Ну, наверное, так, нет, трудно сказать Потому что я был, потому что Гораздо моложе Они где-то, наверное, 47-го, 48-го Ой, 38-го, 37-го года С Владимией Высоцким Высоцкий же Володя был 38-го года, правильно? И он, наверное, был Они где-то, потому что они, по-моему, учились вместе Да, да, да И они жили в Большом Каретном В том самом знаменитом, про который Высоцкий писал И Кахановский приходил туда И свои первые песни Высоцкий пел для него И потом, действительно, совершенно неожиданно В 60-е годы он взял и уехал То есть уехал сам, уехал сам Не по этапу И смысл был в том, что Высоцкий очень здорово удивился Да, да, так сказать Говорит, не верь молве Да, говорит, так там, говорит, уехал в Магадан Так там, говорит, убийцы, одни убийцы Он, говорит, ответил он Не верь молве, их там не больше, чем в Москве И собирает чемоданы в Магадан и в Магадан Вот, поэтому, на самом деле И Высоцкий сам говорил, что он написал эту песню Для тех людей, которые были очень удивлены Что в традиционное место ссылки и заключения Интеллигентный поэт Игорь Кахановский Вот был самостоятельный Но, тем не менее, должен сказать, что Вот это просто молва о Магадане А, между прочим, там, ну, и по своей воле И не по своей воле Там было море известнейших людей Известнейших людей, конечно Начиная там от генерального конструктора Королева Кстати, ракетная техника Нашей певице Руслана Ну, про Вадима Козня я сказал Но Вадим Козня, на самом деле, настолько влюбился в ваши края Не хотел уезжать Да, он был амнистирован И все, его, так сказать, приглашали Он сделал серию концертов Но, когда ему сказали, что, так сказать Будет какое-то ограничение по большим городам То он обиделся тогда И сказал, знаете, я лучше в Магадане там и проживу Ему предлагали уехать в Питере У него были родственники, но он не хотел Я был вхож буквально до последнего дня К нему домой Я был у него на 90-летие Когда приезжал Кобзон с большой массой известных артистов Да, да, да Когда открывали музей Козина Но он, на самом деле, прожил полных 94 года Да Он ушел на 95-м году Я хоронил его, да Да, Миша Чеченский рассказывал мне, как он с ним встречался И именно Козин подарил ему старые винилы У них был патефон И он не очень такой был дружелюбный к современным музыкантам Он подарил ему свои пластинки Козин Которые были изданы еще здесь, в Ленинградской фабрике А Шабутинский их слушал и ориентировал с черев Хочу сказать одну такую историю Когда в конце 70-х годов уже кое-кто начал уезжать в Америку У меня, в частности, один мой друг к родственникам уехал И он привез мне, зная, что я дружу с Козином Вырезку из газеты русских иммигрантов И значит, где было написано, что черным по белому Что вот продаются записи пластинки Вадима Алексеевича Козина И я приношу Вадиму Алексеевичу Вадим Алексеевич так увидел Он, честно говоря, у него слеза покатилась Потому что на тот момент вообще мы не разрешали, не записывали Он давал концерт и все И когда он увидел Что в Америке Да, вот так Потом мы с ним выпили, значит, по рюмочке коньячка Он, кстати, где-то лет до смеси коньячка Употреблял Нормально Выпили коньячка Он говорит, Володя, они же должны мне платить деньги Да, вот это был такой факт Нормально А на следующий год этот же товарищ у меня, Леша Вальсон Он привез диск И я этот диск дал Вадиму Алексеевичу Потом передал Ну, то есть, диск изданным не в России В Америке, в Америке, да, в Америке А уже начало диска, российский диск, по-моему, выпустили В конце 80-х Нет, в начале 82-го года В начале 82-го года Меня пригласил Вадим Алексеевич У него была на кухне У него старая однушка Такая вся, мягко говоря, грязная Там однокомнатная квартира Там телевизор, магнитофоны Там уйма газет, журналов Там и коты Котов было много нам Вот, и он никому не разрешал залазить свои записи Вот эти старые там пленки Но поскольку у меня была студия звукозаписи в Магадане Первая, государственная И, ну, реально, настоящая Значит, он мне попросил, чтобы я отобрал песни Их очистил, как бы, на соответствующей аппаратуре И вот эти записи мы послали в Москву на запись Для издания Винилового диска Первого диска Я понял Да, и вот когда вот этот диск поперезли Рубан, Владимир Александрович Наш был директор филармонии Он попросил этот диск И вот он мне расписался Этот диск до сих пор у меня хранится Как здорово Интересно Володя, ну, видите, как хорошо получилось Я и знал, что мы с вами так бодро разговариваемся Мы все, так сказать, о Магадане О дальних ваших там краях Это здорово Ну, давайте теперь, так сказать Перед тем, как мы начнем рассказывать, собственно говоря, о вас Мы послушаем пару ваших песен А мы песни даем блоками всегда По две песни в программе Значит, поэтому вы командуете Аркадем Александровичем И скажите, какие треки мы сейчас будем слушать Ну, давайте первую песню Это одна из моих самых ранних песен Это я ее написал в 70-м году Это окончание школы И называется «Класс» Ну, две песни сразу Мы тогда и ставим сейчас в эфир Аркадем Александрович А вторую? А вторую? А вторую? Следующую Там, потому что та песня имели А вторую давайте «Дорога в небо» Дорога в небо, прекрасно Эти две композиции сейчас и зазвучат Которые, кстати, уже записаны на ваш Отлично А, точно Она уже здесь есть Да, да, да Прекрасно Это как раз вот то, что мы Сводили буквально вчера Да Время, погоди хоть на минуту Время, погоди хоть на минуту Время, погоди хоть на минуту С нами погрузить в последний раз Время, погоди хоть на минуту 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 Зеленый свет уже горит Время, погоди хоть на минуту Тихо, тихо дрогнули колеса Ну еще немного ты постой И свою горячую слезинку Ты губам прижала мне щекой Время погоди хоть на минуту С нами погрусти в последний раз Больше я таким уже не буду И не будет больше этот класс Больше я таким уже не буду И не будет больше этот класс Сегодня вместе за столом Мой экипаж, друзья, подруги Давайте что-ли выпьем и споем О жизни посудачем на досуге Мечтанье, юность и удел Всех марок мы машины узнавали И ввысь я с завистью глядел Где в небе самолеты пролетали Дорога в небо пролегла Такая чистая и голубая То не дорога, то судьба Пока, друзья, опять я улетаю Я не курсант, а я пилот Посадка возле Магадана Какие тут найти слова Сравнить, какие ощущения Я помню, как кружилась голова Моя от счастья, но не от волнения Дорога в небо пролегла Такая чистая и голубая То не дорога, то судьба Пока, друзья, опять я улетаю Уж ни одну машину я сменил И каждая мне лучшим другом стала То Ан, то Тушка, а то Ю Но все равно душа мечтать не перестала Посадки, взлеты, города Смешалось все с приходом будет Грустим о доме иногда Ну что же, ведь скучать присущей людям Дорога в небо пролегла Такая чистая и голубая То не дорога, то судьба Пока, друзья, опять я улетаю Дорога в небо пролегла Когда летят без лишних слов Хотелось, чтоб осталось их немало Мы измеряем жизнь на лед часов Но вот друзей тех, с кем летал Многих не стало Ах, скольких в небе Их затерян след Ребят простых С душою без обмана Лишь холмики, как и вестники тех бед В песках Египта и в горах Афгана Дорога в небо пролегла Дорога в небо пролегла Такая чистая и голубая То не дорога, то судьба Пока, друзья, опять я улетаю В эфире стартовая площадка Интернет-радио Шансон 24 Россия, Санкт-Петербург Наш телефон Плюс семь, восемьсот двенадцать Триста тридцать семь, десять сорок четыре Ну да, дорогие друзья Это программа стартовая площадка В эфире радиостанции Шансон 24 Соответственно, вы можете слушать нас По адресу шансонспб.ру Именно на этом портале Студии ночной такси Располагается вещание нашей радиостанции Ну, естественно, также оно располагается И на более чем 25 крупных хостингов В Рунете В первую очередь, конечно, это старейший Из таких хостингов Гузей.com Это Инфобокс Это Радиопоток Это Волнорез То есть, в принципе, вот такие достаточно известные В Рунете точки Где стоят мощные профессиональные серверы И откуда можно абсолютно бесплатно Слушать нашу радиостанцию В реальности Это, конечно, я говорю для тех уже Кто смотрит нас на YouTube Все вещание происходит отсюда У нас свой сервер С своим IP-адресом И, естественно, те, кого я назвал И тех, кого я не назвал Снимают наш сигнал И уже распространяют его непосредственно Через свои серверные системы Ну, а основная наша площадка Естественно, портал студии ночной такси Соответственно, повторюсь Shansonspb.ru Там есть кнопочка радио Жмите Вы видите плеер Нажимайте И вы будете круглые сутки с хорошей музыкой В гостях сегодня у нас Владимир Коган Автор-исполнитель славного города Магадана Приехавший к нам сюда в эфир впервые И не просто приехавший к нам в эфир Но еще и приехавший на нашу большую съемку Которая состоится в понедельник 30 мая здесь, в Санкт-Петербурге На сцене крупнейшего и современнейшего Кстати, петербургского музыкального клуба А2 Green Concert Огромная площадка 5000 квадратных метров, Володя Чтобы вы знали Если делать не так, как мы Мы делаем постановочную съемку Естественно, ставим много своей техники У вас за спиной будет наш стадийный оркестр Ну, то есть делаем именно Как снимать музыкальное кино Но вообще, на самом деле, там проходят Всякие рок-концепты бодрые такие И, в общем, откровенно говорят До 3000 зрителей Могут спокойно войти на сцену Действительно замечательного клуба Но мы, как вы понимаете, люди Кино музыкального Поэтому мы, конечно, никаких билетов не продаем Публику в зал не впускаем Хотя нас там будет, знаете, сколько народов? Все равно 100 человек Потому что, понимаете, какое огромное количество музыкантов Групп Одна только съемочная группа, которая будет работать с вами Считая музыкантов Которые будут у вас за спиной 32 человека Ну, на самом деле, вы в гостях В самой крупной частной музыкальной аудио-видео студии Санкт-Петербурга Больше нас в этом городе Нету никого, кто занимался бы музыкальным аудио и видео Вот так, серийно И, в общем, долго Мы существуем уже 31-й год В прошлом году, кстати, на сцене А2 Мы отметили ровно 30 лет Студии «Ночной такси» Он подарил как раз вчера при встрече эти диски с этой маркировкой Аркадия Северного, кстати, подарил вам И нам исполнилось нашему телеканалу на YouTube в ноябре прошлого года Исполнилось полных 5 лет Поэтому мы отмечали в А2 две даты То есть 30 лет студии и 5 лет нашему телеканалу Володя, теперь ответьте, пожалуйста, вот такие вопросы Про Магадан мы с вами здорово поговорили Сколько знакомых нашли И Шуфутинского, и Мезенцева, и Козина Вы, наверное, в этом смысле должны понимать Что мы тут хорошо, в общем, вашу магаданскую музыкальную тему знаем Вот, поэтому мне очень приятно, что вы со всеми этими людьми были знакомы Да, общался Потому что я, так сказать, конечно, никогда не рассчитывал на то, что мы будем записывать музыканта из Магадана Вот так у меня сложилось, я никогда на это не рассчитывал Хотя, помните, вы с вами говорили вчера про молодого парня Который, правда, приезжал ко мне из Владивостока, а не из Магадана Но говорил о том, что потом собирается в Магадане жить и золото искать Но как-то потом потерялся куда-то Некий такой Иван Бучин и группа English Вот он был, наверное, самым большим и самым дальним дальневосточником Кто записывался в моей студии Нет, но еще Павел Земсков у вас записывался Павел Земсков Да, был такой парень, да, согласен Да-да-да, кстати, он же был у нас на видео Этот мальчик, я его нашел Познакомились в ресторане И у нас как раз проводился отборочный тур «Черные розы» в Магадане И он там с моей песней займил гран-при Как интересно, точно Земсков был у нас, да И причем не так давно Но он был у нас именно на... Это я его сюда послал Ну мир-то наш музыкальный, тесен Хорошо, Володя, теперь расскажите просто нашей аудитории А как вообще, в принципе, и когда появились ваши первые песни авторские? Как они были впервые созданы и записаны? Ну, авторские песни я начал писать довольно-таки рано Первую песню, и, кстати, такую не детскую О которой называлась «Амнистия» Я написал в 68-м году Нормально Это, вернее, в 67-м году это было 50 лет советской власти Да И тогда была большая амнистия Большая амнистия Амнистия, ой, большая И вот, поскольку я жил в таком, ну, там, поселочек у нас, как в Магадане Называется Первый Кирпичный Это район Марчикана, ну, где бухта Нагаева Ну, так Известные места Известные места И там было у нас очень много людей, которые вернулись Потому что это были вот буквально-буквально такие годы, когда начали люди возвращаться Вот И вот я тогда написал песню «Амнистия» Вот это была, наверное, самая моя первая такая песня Ну, да То есть, в общем, почти полвека назад Да Будем так говорить, потому что 67-й год, почти полвека Да, скажите мне А вот те вещи, которые для вас сейчас актуальны Когда стали появляться первые современные записи с аранжировкой вашей? Ну, это... Я задумал вообще писать диск Это в 99-м году Когда... Ну, это уж поближе, чем в 62-м году Это было 60-летие Магаданского... Нет, города Магадана, да Города Магадана 60-летие И вот я хотел выпустить первый диск Я начал писать Ну, все это... Ну, в Магадане очень тяжело, трудно шло Там по 10 раз я переписывал каждую песню То на одной студии, то на другой Мне все не нравилось А, там еще и студия есть? Есть, да У нас там домик... Слушай, а он большой вообще, Магадан такой? Нет, Магадан небольшой Его можно пешком обойти, ну, в течение полутора часа Я так думаю А сколько там проживает граждан? А проживает на данный момент 94 тысячи Ну, в общем, немало, в принципе Извините, я перебью А интернет говорит, что 148 тысячи Нет, нет, нет В Википедию заглянул, сынок Нет, 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 Аркадий Я вам скажу, что это... С областью, наверное Это с областью, и то не 148 Вот по последним данным Я хорошо с этим знаком По данным УВД В Магадане проживает... В Магаданской области проживает где-то Около 132 тысяч человек А именно в Магадане По последней переписи где-то 94 тысячи Ну, в самом городе То есть без пригородов, да? Да, без области Нет, там в Магадан входят пригороды до уровня сотого километра А, я понял До сотки, да? Да Ясно, ясно, как интересно Аркадий Александрович пока тут мы рассуждали Открыл прибор Айфон большой такой Смотрел, вам его не видно Потому что камера так развернута Но вы не думаете Аркадий Александрович бдит Учитывая, что я там живу почти всю свою сознательную жизнь В пяти лет Меня многие знают И я знаю почти все актуальные события Предсходящие Ну, конечно Произошедшие в этом городе Многих людей Ну, поэтому Наверное Со мной в этих делах Никакая Википедия не сравнится Да, почему я Даже вот когда у меня Вот Меньшова Передача про Шуфутинского Когда они вас спрашивали А можно ли мы к вам Когда-нибудь еще обратимся Я говорю Что касаемо музыки Спорта И криминала Вы можете ко мне со спокойной Своей совестью обращаться Я вам все В полный рот Ясно, ясно То есть, значит Иными словами Самые первые Аранжированные ваши вещи Вот в современном время Да Оно, так сказать Появилось в 99-м году Да То есть 17 лет назад Грубо говоря В 99-м Стоп, стоп В 98-м В 98-м даже Потому что я готовил В 99-м То есть 18 лет назад Понятно Понятно Ну и на самом деле Какова судьба этих треков То есть песни были записаны Как я понимаю В битве, так сказать За качество В разных студиях Городом Магадана И куда же они делись Какие-нибудь издания Это были у вас? Я выпускал диски А, первый был выпущен Диск, посвященный 30-60-летию Магадана И там была включена Одна моя песня Магадан Которая здесь есть Которую мы потом проиграем И эти диски Очень хорошо расходились Потом Но именно там В Магадане На Большую землю не попали? Нет Попали Попали Потому что я потом Выпустил диск Полностью своих песен Записаны Магаданских Ну таких Полуподпольных Я не знаю Или как сказать И они Ну у меня Буквально разлетелись Ну не знаю Там в течение Полугода Они все разлетели Потом мне стали звонить Там с разных Краев Весей России Магаданцы Старые ветераны Колымчане И просите Я уже Первое время посылал Потом просто У меня закончились Эти диски Как интересно А вы нам Для коллекции Не привезли У меня просто их нет А файлы Которые вы нам оставили А вот файлы Которые оставили Это вот Из первых дисков Вот это очень важно Вот это Пешень Для программы Ночной такси И для эфира Нашей дистанции Это с первого диска Да Вот это класс Ясно Ну что же Тогда слушаем Еще две композиции Команды Аркадь Александрович Значит Давайте Первая Песня Значит Вот давайте Магадан А Магадан Это первая Которая Вот вошла В самый первый диск И была выпущена Как бы Официально Да А второй трек А второй Мне по осени Цыганка нагадала Отлично Ну она по другому Называется Стартуем Магадан 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 Город окутан Снегом густым Он был суровым И прежде Ты мне навеки Стал домом родным Мой Магадан Белоснежный Не остановят Твой рост холода Грунт здесь пропитан Морозом Мы полюбили Тебя навсегда Даже подвершись Природным угрозам Были колумбы Открывши тебя Были палатки И были страдания Но среди вьюг Закалялись сердца Выдержав все Испытания Трудной дорогой Те люди прошли Но добрались В твои недра глухие А там металл Драгоценный нашли Им благодарна Родная Россия Снег То растает То выпадет вновь Годы летят Быстротечно В городе этом Я встретил любовь Знаю, что будем Мы с нею навечно С нею пройдем мы Пругу и туман Новые встретим Рассветы Будем любить Мы тебя, Магадан В белые шубы Снегами одеты Редактор субтитров А.Семкин Я здесь привык К обращениям простым Люди добры тут И нежные Ты мне навеки Стал домом родным Мой Магадан Белоснежный Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Мне по осени Цыганка Нагадала Жизнь веселую И легкую Судьбу Но она На четверть века Опоздала Жизнь проходит А другой я не найду Где-то там Туманится Терялась Юность Где-то там За горизонтом Я влацвет Только счастье С поры То я Свернулась Без здоровья Словно не было И нет Начинал я Жить Красиво Не умело Верил всем С людьми Общался И любил Закалял я Свою душу Своё тело Был не скуп А если надо Морку бил Кто-то сгинул В забытье Кто отвернулся Скоронил Родных друзей Потерял Лишь удачи Свет Мне так Не улыбнулся Только пнул И показал Мне свой Оскал Лишь удачи Свет Мне так Не улыбнулся Только пнул И показал Мне свой Оскал Затворились Двери все Замки Закрыты Нету веры Лишь на Бога Уповать Кто-то спился Кто-то в зоне Век Обритый Кому нож Кому больничная Кровать Эх ты вновь Не посвернуть Былое время За цыганку Что вещало Нам судьбу Вот тогда бы Мы судьбу Поймав за стремя Поймав за стремя Поймав за стремя Поймав за стремя Взяли б крепко Не отдали бы Никому Вспоминаю Вспоминаю вас Ушедших И заблудших Всех погибших Не вернувшихся Домой Все равно Мне не найти В той жизни Лучше И не встретить С новой Утренней Зарей Мне по осени Цыганка Нагадала Жизнь Красивую И легкую Судьбу Но она На четверть Века Опоздала Жизнь Проходит А другой Я не найду Но она На четверть Века Опоздала Жизнь Ушла А вот Другой Я не найду Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, в финале программы Перед тем, что мы послушаем финальную вашу песню Конечно же, ответьте на мой вопрос Банальный, я думаю, он не будет для вас Потому что, в принципе, банальности тут никакой нет В том плане, что это ваше спонтанное Сегодняшнее пожелание той аудитории Которая вас слушает Ну, в онлайне нас слушают А вот на видео будут и слушать И смотреть неограниченное число лет Для кого-то то, что вы сейчас скажете Покажется совсем новым Когда он откроет эту программу на Ютьюбе Кстати, на Ютьюбе сегодня у нас уже Скажу об этом, я всегда по пятницам и субботам говорю 29 миллионов и 372 тысяч зрителей Прошло к сегодняшнему дню Что, в общем, совсем немало Да, немало, да И там же, естественно, завтра уже будет вот то, что мы записываем сегодня Поэтому ваше пожелание, Володя, той аудитории Которая откроет эту программу И услышит вас и впервые И, может быть, и не впервые Уже вернется к тому, что вы сейчас скажете Ваше пожелание аудитории Мое пожелание аудитории такое Любите жизнь И живите сегодняшним днем Живите, как последний раз А что будет завтра Это одному Богу известно То есть совсем антифаталистическое пожелание Совсем не фаталист Наш замечательный гость Автор и спорта Владимир Коган Из славного Магадана Ну что же, Володя, в финале командуете Академ Санычем Какой трек завершит сегодняшний эфир? Называется «Прощание с Колымой» Я собираюсь переезжать в Санкт-Петербург Вот написал такую песню Мы с тобой надолго распрощались Боль моя и счастье Колыма За иллюминатором остались Снегом запорошены дома А полсотни лет, чем их измерить Лишь здоровьем отданным тебе И не знаю, верить или не верить Что я столько жил на Колыме Колыма, Колыма Сопки в юге до туман Колыма, Колыма Белоснежный Магадан Колыма, Колыма Сопки в юге до туман Колыма, Колыма Белоснежный Магадан Здесь по жизни всякое бывало Радость рядом с горечью жила Детство по баракам погуляла Но счастливой та пора была Ведь с улыбкой нас везде встречали Люди, что познали лагеря Но порой от холода спасали Лишь пуфаечка да прохаря Колыма, Колыма Сопки в юге до туман Колыма, Колыма Белоснежный Магадан Колыма, Колыма Сопки в юге до туман Колыма, Колыма Белоснежный Магадан А потом пошло и побежала Школа, юность, армия и труд И друзей по свету разбросала Тех друзей, что век не предадут Начались житейские заботы Дети, внуки, будни, как псалмы Тяжкие артельщиков работы Золото добыча Колымы Колыма, Колыма Сопки в юге до туман Колыма, Колыма Белоснежный Магадан Колыма, Колыма Сопки в юге до туман Колыма, Колыма Белоснежный Магадан Время словно в песне пролетело Незаметно пенсия пришла Дочка, что помладше повзрослела Внучка, что постарше подросла И сейчас надолго улетая Станет горликом в глазах слеза Интернет-радио Шансон 24 Россия, Санкт-Петербург Шансонспб.ру Шелкайте, шелкайте, шелкайте Стемины семечки Шелкайте, шелкайте, шелкайте Стемины семечки Правда, очень вкусно Стемины семечки Покупаем в русских магазинах Европы Стемины семечки Правда, вкусно Студия Ночной такси представляет программу Стартовая площадка Александр и Аркадий Фрумены представляют музыку новых исполнителей Стартуем вместе Три, два, один, старт Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok